На НТВ место встречи. Так, движение против прививок. Это преступная деятельность или законное право свободы выражения мысли? Элина Юрьевна. Движение это все-таки про политику. Давайте говорить про право гражданина по согласно сегодняшним законам. Это, конечно же, разрешить лезть себе под кожу иглой. Это, разумеется, право никакого не преступления. Еще раз повторяю, по действующему законодательству. Так, Мария Николаевна. Движение против прививок это пропаганда убийства. Точно такая же, как и пропаганда самоубийства и точно такая же, как пропаганда... То есть, прямое нарушение закона. Это должно караться соответственно так же, как и пропаганда самоубийства. Так, Владислав Анатольевич. Я думаю, что это движение, к сожалению, закономерная реакция части общества на колоссальное давление. На колоссальное давление. Сергей Дмитриевич. Мы эту дискуссию навелаем на мысль, что мы во фракции ЛДПР все-таки приложим законопроект и изменение в административный кодекс о запрете антипропаганды прививок и какой-то штраф обязательно должен быть. Поэтому здесь пускай сам каждый человек решает, но пропагандировать эту тему, мне кажется, не стоит. Я про прививки, но на самом деле без прививок. Когда я был маленький, вокруг меня все курили. Папа курил, дедушка курил, ребята во дворе тоже откуда-то сигареты доставали. Это были 90-е годы, и реклама сигарет была везде. Она была по телевизору, в соцсети еще не была, она была в журналах, газетах и так далее. Журнала была, по телевизору что-то ела. Была-была, были ролики. Тем не менее, потом рекламу убрали. И так получилось, что вокруг меня стало гораздо меньше людей. Вот может быть мы из антипрививочной истории так попробуем. Человек продавший... Курящих людей, да, извините, я уже про антипрививочных подумал. Может мы и с антипрививочниками так попробуем делать? Не будем это просто пропагандировать, а выбор будет. То есть нам не надо было сегодня это обсуждать? Нет, почему? А где ты видел рекламу антипрививок? То, что мы показывали, Боня и так далее. Что, Андрей Владимирович, ну... Ну это ж не тебе поняли. Ладно. Нечто медицинское. Слушайте внимательно, там нюансы. Я так понимаю, что это вы же сегодня впервые ПЦР-тест сдавали. Да. А как вы догадались? Ну, милочка, это называется профессиональный опыт. Понятно. Доктор, я могу уже одеваться? Конечно, конечно. Это было место встречи, которую изменить нельзя. 14.00, будний эфир НТВ. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова